Почему у нас такая огромная территория? Потому что они вели умную внешнюю политику. Выскажемся что-то против внешней политики России или еще что-то сказать. То есть той же России очень легко закрыть все дороги. Я не вижу лично такого целеполагания, как будто люди, принимающие решения, они сами не знают, куда двигаются, принимают какие-то ситуативные, суетливые решения, делают лишние заявления, вообще лишние слова. Мы сейчас говорили, что все наши товарообросы Европы идут через Россию. А Узбекистан через что идет? Через Казахстан. То есть у нас есть рычаги влияния на Узбекистан, правильно? Не бывает, вот дружбы между государствами не бывает. Казахстан ведет себя как выскочка. Наш первый внешний торговый партнер, кто? Китай. Им честно вот степя, да, их тянет на глобальный, да. Вот помните вот этот известный фильм, когда говорят, они замахнутся ли нам на Вильяма, на нашего Шекспира. Вот они везде замахаются на Вильяма и Шекспира. А про нас, про граждан, забывают. Мир делится. Мировые державы враждуют между собой, от чего страдают средние и маленькие страны. Какое место на полыхающем глобусе занимает Казахстан? Как отечественные дипломаты отстаивают национальные интересы и отстаивают ли вообще или наоборот портят своими словами и делами? Об этом мы сегодня говорим не с действующим дипломатом. Они не говорят правду. Не с экспертом какого-нибудь нашего института на госзаказе. Они тоже не говорят правду. А мы поговорим об этом с дипломатом, бывшим, с выпускником МГИМО, человеком, который закончил тот же институт, тот же факультет, что и президент Касым Жомар Тукаев. Но в 2008 году Казбек Бесибаев ушел в отставку. Казбек, я вас как кадрового дипломата, как профессионального дипломата хочу спросить вот о чем. Многовекторная политика Казахстана все уже не работает? У меня лично такое впечатление, но я МГИМО вместе с Касым Жомартом Кемельевичем не заканчивала, поэтому мне нужна ваша помощь. Спасибо. Я тоже учился МГИМО. Кстати, МГИМО в этом году отметила 80-летие. Я бы. Спасибо за этот вопрос. Где-то вы правы, потому что все-таки трудно быть многовекторным, когда мир меняется, понимаете, мы же видим, что формируется, ну, есть, скажем так, западный центр во главе Соединенных Штатов Америки, есть формируемый глобальный юг, о чем вот недавно был саммит Брикс в Казани, да. И это показывает, что очень сложно нам. Мы как бы и туда вроде с этими странами хорошие отношения, и с ними надо развивать отношения, и здесь надо быть. А вся проблема в том, что между ними, между этими центром, ведь противоречие. И нам очень сложно. Соответственно, вот если мы раньше говорили, что мы, да, мы многовекторные, мы за хорошее отношение со всеми странами, и вот даже если смотреть концепцию внешней политики, там всегда такой излагается, вот мы с этими странами, с этими странами, ну, в порядке вот страны СНГ, потом Китай, Запад, арабский мир, мусульманский мир, все идет. Поэтому, а сейчас вот в силу того, что в самом мире происходит, вот эта борьба происходит, и она проявляется, и мы все видим это свидетелем, и она, естественно, нам уже, ну, сложно вести многовекторную политику. То есть надо уже как-то определяться. Ну, наверное, вот это мы и наблюдаем, что сейчас, и что в Казахстане вот это происходит. Хотя вот в последний раз вроде бы было сказано, что мы будем действовать в рамках ООН. Ну, вот извините, но это просто так слова. То есть, смотрите, многовекторность нормально работает в условиях, когда нет такого противостояния. А сейчас уже вообще не получается, да? Сейчас уже невозможно. Конечно, я же сказал, что сейчас, когда вот происходит, вот говорят же, что идет, выстраивается новый мировой порядок. Это не просто говорят, мы все свидетели нового мирового порядка. Ну, достаточно сказать, что есть, не будем говорить про войну на Украине, а про санкционную войну между Западом и Россией, но есть противоречия между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Есть противоречия, определенные противоречия между Китаем и Индией. Есть больше о себе заявляют такие страны, как Турция, Индонезия, в целом мусульманский мир, да? И в этих условиях, конечно, очень сложно, потому что мы же являемся частью мира. То есть мы не отдельно живущие какое-то государство, мы часть всего этого мирового пространства. И когда в мировом пространстве происходят вот такие штормы и бури, да, естественно, мы не можем вот с этим дружить и с этим дружить. У нас не получится. Почему? Ну вот почему на самом деле? Вот поссорились два человека, почему я должна выбирать между ними? Правильно вы говорите. Почему не получится? Очень просто, потому что внешнюю политику определяет география. Если мы не то что находимся, мы зажаты между Россией, огромной державой, Китаем, мировой державой, и у нас, ну, еще наша своя Центральная Азия, мы зажаты. У нас нет выхода к морю, а выход к морю является очень важным фактором в внешней политике. Поэтому, если мы, допустим, мы будем вести что-то против России, ну, просто выскажемся что-то против внешней политики России, или еще что-то скажем, то в той же России очень легко закрыть все дороги. У нас же торговля Казахстана с Европейским Союзом идет через Россию, конкретно мы же нефть поставляем через КТК, через трубы, которые проходят по территории России. А если вдруг там что-то случится, если такой, знаете, вот в России есть такой орган, называется Роснадзор, да? Если Роснадзор вот что-то найдет, наши какие-то товары, или какие-нибудь там, я не знаю, там начнутся какой-то строительство чего-то, или еще какое-то ЧП пройдет, то будет закрыто, то мы не можем торговать с Европейским Союзом, соответственно, у нас доходов не будет. То есть вот это определяет. Поэтому я повторяю, что все определяется географией. Но если, допустим, Казахстан гипотетически, если имел бы выход к Черному морю, там Каспийское море соединялось с Черным морем, а мы еще через Каспийское море вот к Персидскому заливу, у нас была немножко другая, не то что немножко, а реально была другая внешняя политика. Мы были бы там более свободны в своих выражениях и так далее. А поскольку мы зажаты, мы же государство, которое там через другие страны мы имеем выход к морю. Поэтому у нас, к сожалению, география определяет нашу внешнюю политику. А поскольку два наших главных соседа, и Россия, и Китай, они выстраивают вместе новый мир, противодействие западному миру, то мы между ними находимся. И хочешь, не хочешь, для начала надо учитывать их позицию, уже приходится на них оглядываться. Увы, но это таковы реалии, потому что внешняя политика, она не состоит из каких-то желаний. Вот мы же, вот известный фильм же есть, там, «Кавказская пленница», там, где говоришь, что у меня есть возможность купить козу, но нет желания. У меня есть желание купить машину, но нет возможности. Вот надо из этого исходить. Не всегда наши желания и возможности совпадать. К сожалению, такая вот сермяжная правда жизни. Ну, тогда у меня совсем уже вот такой диссонанс, потому что то, что вы говорите, это означает, что Казахстан, да, многовекторный закончилось. Вы до этого сказали, надо определяться, и как бы Казахстан уже определяется. Но по факту получается же наоборот, отношения с Россией сейчас, я бы не сказала, что самые лучшие. Я считаю, что они сейчас самые худшие за всю историю вообще вот уже независимого Казахстана. И Роскомнадзор, он уже сделал очень маленькие, конечно, такие-то такие укольчики. Он запретил ряд продуктов из Казахстана. А казахстанские власти говорят много чего нелицеприятного в адрес России. Да, такие факты есть, но давайте, есть еще один фактор экономический. Есть, мы же ведь импортозависимы от России. Если мы пойдем в наши супермаркеты, то мы видим там, ну, значительная доля российских товаров. Я уже не говорю о промышленных товарах, да. Ну, наверное, не все знают, что мы, Казахстан, я подчеркну, Казахстан является главным импортером российской мясной продукции в виде колбас и консервов. То есть, это Казахстан, который когда-то через Семипалатский мясокомбинат снабжал всю советскую армию. То есть, мы являемся главным потребителем мясной продукции. Мы еще потребляем и другие продукты питания, энергию покупаем. Конечно, мы зависимы. Нравится, не нравится, но это факт. Поэтому, естественно, это определяет. Но то же самое мы зависим и от Запада. Ведь от Запада зависим в каком плане? Зависим от плана в том, что, во-первых, наши счета-то ведь в долларах торговые. То есть, у Запада, в целом, у Запада и у Америки рычаги влияния. Если они, вот, там, столько санкций приняли против России, ну, Россия еще сопротивляется. А нам как быть? Если нам, допустим, если отключат от Сфифта, то, ну, конец нам же, правильно? То есть, рычаги влияния есть и у Соединенных Штатов Америки, и у России. Нет, фактически не наша, а у нас. Западная, вот, Шеврон и так далее. Поэтому мы зависим. Ну, так случилось. Мы сейчас можем, мы не должны там говорить, вот, почему случилось. Это факт. И вот в этой ситуации, конечно, нам, мы находимся в тяжелой ситуации. Но тот факт, который вы говорите, как раз-таки определяет, что мы должны быть многовекторными. Ну, хотелось быть многовекторным, понимаете? Но, к сожалению, обстоятельства сложились так, что трудно быть многовекторным. Даже ведь, как мы только что сказали, у России есть, ну, достаточно, вот, Роснадзор, который может просто нас, там, закрыть нам дороги. Поэтому вот такая, вот такая сложная ситуация. И она, ну, я бы не сказал бы все-таки, что у нас вот с Россией плохие отношения. Все-таки, ну, наш президент неоднократно, там, подчеркивал о стратегическом партнерстве. Там, там, визиты его были. Вы же сами сказали, это просто слова. Вот наши там заявили ООН. Наши всегда начинают же на ООН. Мы все, ООН для нас ООН, нам БРИКС не нужен, то, другое, третье. Но это же просто слова? Ну, вы знаете, вот, если вы говорите про БРИКС, то, вы знаете, ведь в прошлом году президент Такая выступал на заседании БРИКС в Йоханнесбурге. Он там выступал как председатель ШОС. Тогда Казахстан был действующим председателем ШОС. Он выступал, вот я хочу сказать, он тогда сказал примерно следующее, что Казахстан хочет внести вклад в развитие БРИКС в качестве полноправного члена этой организации. Там написано, если не верите, есть на сайте Аккорда это выражение. И вот перед БРИКСом было через пресс-секретаря было сказано, что Казахстан не намерен вступать в БРИКС. Но тут, видите, я просто как дипломат хочу вам сказать, что в нашей стране есть три человека, которые могут высказывать официальную позицию Казахстана по тем или иным международным вопросам. Это сам президент, министр иностранных дел и официальный представитель МИДа. А у нас об этом сказал пресс-секретарь. Да, он советник президента, но все-таки не он должен об этом говорить. Но он сказал перед самим, ну за неделю до этого саммита БРИКС в Казахстане. То есть это говорит о том, что, ну, наверное, все-таки какое-то давление мы испытываем со стороны Запада, который нам говорит, ну заставляет сказать это. Потому что об этом президент так мог спокойно сказать, что мы не собираемся вступать в самом заседании. Тем более, тем более, насколько уже всем известно, что члены БРИКС, они тоже не заинтересованы в быстром приеме новых членов. Там у них тоже свои противоречия. Допустим, у Бразилии своя точка зрения в отношении отдельных стран, у Китая своя точка зрения и так далее. Поэтому такой вопрос не стоял. Вот это, ну, неожиданно, наш пресс-секретарь сказал так. Все это показывает о том, что у нас вот, ну, вроде бы фактор как бы многовекторности, да, но с другой стороны он показывает какие-то вот, ну, какие-то не совсем такие, корреляции не происходят. Вот такие вот сложные, мы оказались реально в таком сложном положении. Ну, на мой взгляд, это показывает то, что у нас сейчас внешняя политика, она, мягко говоря, не самая такая смартовая, да, не самая такая сообразительная, а довольно-таки странная. И я не вижу лично такого целеполагания, как будто люди, принимающие решения, они сами не знают, куда двигаются, принимают какие-то ситуативные, суетливые решения, делают лишние заявления, вообще лишние слова, которые раздражают и тех, и других, и третьих. Как вы оцениваете нашу внешнюю политику сейчас? Что это вообще происходит? Ну, насчет того, что вот некоторые выражения можно было сказать и не произносить, а и промолчать, да, вот, ну, я с этим, здесь я с вами согласен. Ну, а что сейчас происходит, как я только что вот перед этим сказал, если вот раньше, когда отношения, скажем так, между Россией с одной стороны и Западом с другой стороны, когда отношения с Китаем с одной стороны и Западом, ну, были более-менее нормальны, да, а после вот этой, после войны на Украине, когда вот это происходит, когда прошло вот это, вот это все, что произошло, когда вот уже санкционная война, когда там грозятся друг другу, там реально война происходит на Украине, да, и в этих условиях, когда вот, когда не было войны, мы могли с теми, с теми, там, нормально быть в хороших отношениях. А тут, когда происходит война, когда настоящая война, санкционная война, то нам, вот, мы оказались вот как на, ну, сложно усидеть на двух стульях, понимаете, и мы действительно оказались в очень сложном положении. И вот это, вот это заявление, противоречившие друг другу, они об этом говорят, то же самое. Можно сидеть не на двух стульях, вот Узбекистан сидит на своем стуле комфортно, у него нет выхода к морю, но он не суетится. Правильно. Казахстан ведет себя как выскочка, который он, а не просто как будто от него что-то требует, как будто он, обратите на меня внимание, требуйте от меня чего-то, я всем нужен. Вот есть, если персоналифицировать страны, да, вот человек спокойный, вот он сидит, не привлекает ненужного внимания, а другой, он очень много создает движений, как будто он как раз-таки сам хочет, чтобы на него и давили, и от него требовали, потому что вот такой вот он, он очень любит внимание. Казахстан всегда очень любил лишнее внимание, которое не оборачивается какими-то реальными бонусами, да, выгодой, а просто тщеславие. Но это было, вот этим страдал наш первый президент, а сейчас вообще непонятно, что они делают все. Я абсолютно с вами согласен, что иногда вот лучше, вот как Узбекистан, да, он же Узбекистан, не Кыргызстан, даже не Туркменистан, они какие-то вот инициативы не выдвигают же. А мы, а вот у нас, какие были только инициативы, многие-то ведь забыли, вот особенно первый президент выдвигал. Такие инициативы, которые с точки зрения вообще реально, они просто не могут быть реализованы. Он же говорил о том, что усадить за один стол НАТО, с другой стороны, СВМДА, ШОС и так далее. И это продолжается. Я с вами согласен, что Узбекистан никуда не высовывается, ведет свою такую прагматичную внешнюю политику, да, таких вот не высказывает такие слова или заявления, которые вот поддерживают одну сторону, а противоречат другой стороне. То есть, есть же вот выражение, иногда лучше промолчать, да. А вот мы сами вот... Я не могу представить министра иностранных дел Узбекистана, который говорит, премьер-министру Великобритании, что украинцы гибнут за Узбекистан. Вот вы можете такое представить? Ну, здесь, понимаете, я понял, о чем вы говорите, это речь о том, что якобы наш министр иностранных дел сказал во время беседы... Ну, я верю Камерону просто. Ну, я с вами где-то могу согласиться, но понимаете, есть тоже, если вам... Такие вещи не должны говорить, потому что надо понимать, что когда вы что-то говорите своему собеседнику, это значит, что собеседник через какое-то время может это использовать, понимаете. Соответственно, это... Ну, не должны мы так говорить. Поэтому, знаете, я вот все-таки... Хоть бывший дипломат, но все-таки дипломат, да. Для чего дипломату, да? Для того, чтобы как раз все говорить так, обтекаемо, чтобы никто не придрался за какие-то твои выражения. Есть же выражение, дипломат это человек, который там 10 раз подумает... Да, и скрывает свои мысли, и промолчит, да. И промолчит, но у нас, ну, к сожалению, я, мне против вас, против того, что вы сказали, нечем возразить. Увы, такое есть. Да, мы почему-то иногда о себе вот любим заявлять такие вот выражения. Мы всегда хотим быть почему-то в центре, да. Вот если посмотреть вот все выступления наших вот, ну, наших людей, которые отвечают за внешнюю политику, вот у них больше вот такие глобальные такой, такой глобальный замах, да. А ведь можно было просто сосредоточиться в нашем регионе. Особенно сейчас. Особенно сейчас. Центральная Азия, да. Ну, есть же вот, допустим, центральная Азия. У нас можно какие-то общие проекты с ними делать, да. Можно, я не знаю, там, решать эти проблемы, выступать единым фронтом, да. Ну, в то же время, я не знаю, там, ну, та же Турция, да, все-таки нам она близко по языку. Можно развивать там экономические отношения с другими странами. Но почему-то у нас все время тянет на глобальность, знаете, вот. Ну, это, наверное... Это вот преувеличение своей значимости, это желание вот такое вот. Ну, опять, видите, вот преувеличение своей значимости. Мы же только что сказали, что Казахстан, мы не имеем выхода к морю. У нас немногочисленное население. Для такой территории 20 миллионов – это ничто. У нас экономически, у нас вся экономика построена на добыче полезных ископаемых и продаже. У нас нет вот той продукции, там, с высокой добавленной стоимостью, которую мы могли поставлять всему миру. То есть, и мы, вот, имея вот такой потенциал, мы делаем замах на глобальность. Ну, вот, видите, вот, даже вот мы сейчас только что упоминали, вот этот же Брикс, и это показалось. С одной стороны, президент сказал, мы готовы стать полноправным членом, а перед самым Брикс, вот, в Казани, пресс-сектор заявляет обратное. Это, говорит, ну, где-то, получается, ну, не разбериха в головах, что ли. Не определились. Ну, я хочу сказать, что, ну, пора приземлиться, пора вести прагматичную политику, которую, в принципе, вели наши предки, там, в 19-18 веках. Они же, почему у нас такая огромная территория? Потому что они вели умную внешнюю политику. Вот мы так получили. И нам тоже надо, не надо нам замахиваться на какие-то проблемы. Вот вы про внешнюю политику, про замах. У нас же почему-то, вот, у нас, когда вот мы были непостоянным членом Совета ООН, вот многие забыли. Совета Безопасности. Совета Безопасности ООН. Одним из приоритетов было, 7 или 8 приоритетов, вот одним из приоритетов было сотрудничество с Африкой. Ну, где Казахстан, где Африка? Так мы же их привозили учить. Нет, учить. Огромные деньги там потратили. Мы привозили делегации африканские в Казахстан, обучать их новаторству в сельском хозяйстве. Я писала что-то об этом. Вот понимаете, а что нас связывает с Африкой? У нас с Африкой ничего не связывает. То же самое можно сказать и Латинской Америке. Почему вот у нас какие-то, у нас же вот, у нас регион Центральная Азия, понятно, там Европа и Азия в целом. Нет, вот мы вот замахиваемся. Поэтому она, я не знаю, кто заложил вот основу вот такой нашей вот этой глобальности, вот эта глобальность нашей внешней политики, она продолжается. И она сейчас бьет против, получается. Она бьет против. Потому что если бы молчали бы, то нас никто не спрашивал бы, вы за кого, там, условно говоря, за Россию с Китаем или вы за Запад, да, во главе с США. Мы сидели бы молча, мы говорили, мы за дружбу, да. А теперь мы не можем говорить, что мы только за дружбу. У нас требует вызова за нас или за ним. Вот показались вот такой. Наша глобальность нам, получается, выходит боком. Это еще даже давно до войны один западный деятель, не сказать политик, но он, как сказал, например, Туркменистан или Узбекистан, они идут даже меньше давления еще и потому, что там знают, что это бесполезно. А про Казахстан очень знают, что, ну, это опять-таки, если применимо к человеку, какие-то качества, да, это очень тщеславное, это очень-очень болезненное восприятие своей роли в мире, оценки, поэтому давление самое мощное. То есть на этом как раз-таки очень легко играть. Вы согласны? Конечно, согласен. Вы смотрите, вот у нас один там, одно из зданий, которое провело расследование в Дубае, да, недвижимость наших. Ну, что, одно, а затык. А затык, да, а затык провел расследование, и там недвижимость наших людей, которые руководят нами. Ну, руководили, были депутатами, были члены правительства, они имеют там недвижимость. Ну, естественно, если они не имеют недвижимость за границей, соответственно, спокойно у них могут это отобрать. Это ведь рычаг давления. Счета, значит, у наших людей, которые вот руководили нами, значит, тоже за границей. Любой счет в долларах, это, значит, это, если любой счет в долларах, а там-то сумма-то большая, там, наверное, не один миллион, да, это, естественно, рычаг влияния с одним шотором. Ну, экономически это другое. А так еще, когда вот просто много слов, и из этих слов складывается в итоге, наоборот, такое давление против тебя. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот вы, да, уже обозначили, что раньше было легко, сейчас трудно усидеть, все равно сейчас там надо определяться. Это такое вот что-то вот фатальное, это, ну, как очень неприятное, хочется верить, что все это закончится, и как-то мы это переживем. Но какие есть сценарии вообще? Что мы оказываемся в каком-то блоке с Россией, Китаем, и что, как это будет выражаться? Или мы идем, такой демарш России, Китае, они нас там блокируют, они создают, кстати, еще же, кроме экономических, есть такие методы воздействия, Россия, она этим пользуется, когда создаются беспорядки. Нет, любое, конечно, любое государство... Перевороты тоже, она обвиняет обычно в этом Запад, но это тоже же этим балуется. Любое государство исходит из своих национальных интересов. Мы же помним выражение Черчилля, да, в Великобритании это веселые друзья, есть вечный постоянный интерес. Вот, с этой точки, вот, если вот говорить вот сегодняшнюю мировую ситуацию, да, то Казахстан, конечно, заинтересован урегулирования вот войны на Украине, чтобы вот Запад и Россия, ну, сели за стол переговоров. Почему? Потому что из-за них вот у нас вот идет такое вот, ну, такое раздвоение, да, поэтому мы заинтересованы, потому что если они между собой договорятся, если они между собой договорятся, ну, в чем-то договорятся, или какой-то период договорят, то нам будет уже легче, потому что у нас, на нас не будет такого давления. Поэтому объективно, вот мы Казахстан, исходя из своих национальных интересов, мы заинтересованы мирным урегулированием вот этой войны. То есть мы за то, чтобы, скорее бы, война... Но мы влиять на это не можем. Мы не можем. При самом худшем сценарии, где мы окажемся, что вообще будет? Что будет? Ну, в самом худшем сценарии, я же сказал, что география определяет, поэтому мы находимся между Россией и Китаем, вот они будут уже, они ведь имеют на нас рычаги влияния, и не только вот закрыть там границу и так далее. Ну, там у них, что у Китая, у России много рычагов влияния. Если вот в самом худшем сценарии, то, конечно, мы вот будем с ними. Но я еще раз хочу повторить, что все зависит от того, как они наверху, как между собой договаривают. А я думаю, все-таки есть всякие признаки того, что по Украине и вообще в этом идет какой-то, ну, хочу сказать, договорняк. Какое-то, все-таки, видно, что... Потому что и американцам надо это быстро ищить проблему, и Европе тоже, потому что у них своих проблем хватает. И я думаю, что сейчас обе, ну, назовем так, обе с противоборствой стороны, они, какого-то у них заинтересованы в этом решении вот этой проблемы. Ну, лишь бы они быстрее решили бы, а это уже отвечает нашим интересам. Поэтому, когда мы говорим, что скорее бы война там закончится, это не просто слова, это в наших интересах. Но война, закончившись, она что, закончит вот эту вот историю с разделением мира? Потому что видно же, что Россия и Китай, они хотят чего-то большего. И Украина в этой истории, это только, ну, одна из ситуаций, да, это одна из проблем. А по глобалу там они хотят, чтобы вот доминирования доллара не было, чтобы... В общем, мировой порядок другой, они хотят другой мировой порядок. Да, они хотят мировой порядок. Кстати, об этом говорят уже не столько, вот, скажем, представители России. Вот я достаточно регулярно смотрю и западные вот СМИ, да, я, в частности, вот французские СМИ смотрю. Ну, регулярно смотрю. И там уже вот эксперты независимы высказывают, что строится новый мир. И об этом говорят даже руководители африканских стран. Вы тут буквально передайте, посмотрите, интервью президента республики Конго. Вот, то есть, то, что вот это происходит, ну, знаете, вот, как вот говорят у китайцев, эпоха перемен, да, вот самый тяжелый период. Вот действительно сейчас происходит эпоха перемен. Потому что у нас новый мировой порядок был после Второй мировой войны, когда вот Ялтинская конференция. Потом, значит, где-то в 75-м году была Хельсинская конференция, когда договорились о принципе нерушимости границ и принцип мирного существования государства различным строем. Вот, потом 91-й год развал социалистической системы. И сейчас вот происходит вот новый мировой порядок. Ну, где-то в какой-то степени нам повезло жить в этот период, да. Ну, как любой нормальный человек, мы все заинтересованы, чтобы скорее бы устаканилось бы. А поскольку вот это решает, ну, большие страны, это как Запад во главе США, Россия с Китаем, там, мы скорее бы они нашли вот это решение. Скорее бы вот это они решили, тогда, ну, весь мир в этом заинтересован. Почему? Потому что из-за вот этого противостояния нарушена же вот мировая торговля же. Мы же вот Красное море, да, хуситы, да, мировая торговля разрушены. А что такое мировая торговля? Это значит, цены будут расти, да, то есть, сам идет замедление роста экономики мировых стран. Поэтому весь мир, независимо, он за Запад, за Россию или за Китай, или еще за кого-то, они все заинтересованы, чтобы все это остановилось и чтобы возобновилась вот эта мировая экономика. Вы согласны с оценками, что Казахстан сейчас больше тяготеет к Китаю, как раз таки, он хочет, ну, вот этот вот баланс зависимости от России, которая все равно есть, сильное влияние, изменить именно влиянием Китая. Вы согласны, что вот есть такой уже вот перевес, что-то создается, ну, и сразу вот вдогонку, Китай на самом деле, у него же очень прагматичная политика, да, он будет вмешиваться там, что-то влиять, ему это надо или нет? Это ставка верная у Казахстана, если она есть? Мы исторически всегда находились между Россией и Китаем, если вот так говорить, да, вот поэтому, а что касается роста влияния Китая... Я про сегодня спрашиваю. Я про сегодня, я как раз про это говорю. У нас сейчас наш первый внешний торговый партнер, кто? Китай, была Россия, сейчас Китай. А кто, так сказать, имеет экономическое влияние, тот, естественно, влияет и политическое влияние. Поэтому, конечно, мы и от Китая зависим, да, но, вы знаете, ну, все, наверное, знают, что Китай смотрит не на 20 лет вперед, а Китай вообще на тысячу лет вперед. Вот с этой точки зрения, конечно, у Китая какие-то свои планы, ну, естественно, Китай об этом не скажет, но, тем не менее, у Китая свои далекие планы. Вот мы, да, мы, это еще раз подтверждает, да, вот, что вот мы между двумя этими державами, да, Россия и Китай, но вы задали как бы вопрос, что, ну... Сейчас очень часто звучит, что даже западные эксперты там пишут, вот я читала статьи, что сейчас очень много Казахстан сделал, даже товарооборот, да, чтобы вот уйти из-под влияния России, вот такой подкрылышка Китая. Это есть? Это реально? Это работает? Нет, я бы не стал говорить, что подкрылышка Китая, все-таки, знаете... Ну, это я... Ну, я понимаю, я понимаю, что все-таки, ну, знаете, никуда мы от них не денем. Нет Китая, нет России, все. И поэтому, ну, это в какой-то степени торговля будет с этим. Я думаю, что экономическое влияние Китая будет расти, но чисто вот политически, в военном плане, скорее всего, мы так и останемся. Все-таки у нас с Россией это и военные сотрудничества. Ну, давайте не будем забывать, когда у нас, январские события, кто у нас, ОДКБ было, а конкретно российские войска здесь были, ну, вот, а не китайские войска. Ну, у нас были еще армянские и кыргызские. Армянские, кыргызские, таджийские были, но в основном, так, антигенты были российские. Поэтому влияние России, вот как было, вот, политически, военно, сохранится, Китая экономически. Вы знаете, я не хотел бы вот рассматривать это чисто негативно, с точки зрения, с другой стороны. Затем негативно, я оценки жду. Нет, я говорю, вот, а с другой стороны, это тоже есть какой-то плюс, потому что мы находимся между двумя державами, которые определяют внешнюю политику. Вообще, мировую внешнюю политику. Поэтому, ну, говоря по-простому, не дадут в обиду, да? Кто нас хочет обидеть, кроме них? Ну, может быть, да, кроме них, да. Ну, я имею в виду, что если какие-то будут у нас, какие-то там, я не знаю, там, условные террористы и так далее. То есть, это есть плюсы, есть минусы с этого. Террористы, да, такая. Вот, поэтому, понимаете, мы можем рассуждать, вот, это хорошо, плохо, это данность, никуда мы от не денемся. Раз наши соседи, хороший соседи, плохой соседи. Я говорю, что мы с ними, мы с ними должны жить в мире и дружбе, что мы веками так и делаем. Мы так и живем. Ну, почему тогда сейчас отношения, то есть, вы не согласны, что сейчас какие-то прохладные, то есть, вот то, что Путина, Касамжимар Татукаева в Казани встретил не премьер, а вообще мэр в Казани. Это нормально? Нет. Друзьево всех остальных встречал руководитель Раиса Татарстана. Ну, с одной стороны, вы как бы правы, да, действительно, это так, что всех встречал Миниханов, а президента Тукаева встречал вот человек рангом пониже. Но я хочу сказать, что вот все вот перечисленные главные гости вот этого саммита БРИКС, они приехали, скажем, первые половины дня. А наш президент прилетел, по-моему, после того, как вручил государственные награды. Ну, да, дипломатик, когда встречает вот такой уровень, это, конечно, о чем-то говорит. Совсем уже, мэр это какой-то совсем уровень. Ну, я не знаю, может быть, мне трудно сказать, но... Фотографии не появились. Фотографии, я согласен, я тоже смотрел это, но это, видимо, ну, понимаете, в дипломатии есть определенные жесты, да, знаки, да, которые что-то говорят. Ну, мы же вот, мы только что начали, мы говорили о том, что перед БРИКСом наш пресс-секретарь президента сказал, что мы не собираемся вступать, а это все-таки, ну, БРИКС, это для Путина, извините, это звездный час, давайте прямо скажем, да. И тут мы перед этим звездным часом, мы говорим, что мы не собираемся... Кашку такую кладем. Да, и тут, конечно, нам вот так ответили. Конечно, они скажут, а не специально, потому что мини-хайна был занят, вот, вся мы друзья и так далее, но, тем не менее, как говорится, осадок остался. Осадок остался. И что сейчас, когда, что будет вообще? Ну, я думаю, у нас, я не знаю, но... Это все зависит от персоналий наших руководителей или министров иностранных дел? Я думаю, нет, я думаю, что конкретно вот по этому случаю, как я сказал, это все-таки вот на заявление нашего пресс-секретаря, ну, знаете, я думаю, что... Нет, пресс-секретарь, он не мог это сказать сам. Я согласен, не мог сказать, но я согласен, вот, знаете, вот, насколько я знаю, нам собирается с визитом приехать Путин. Да. Вот, ну, вот, я вам заранее скажу, что он приедет, и у нас будут такие слова эпитета, что вечная дружба, партнерство на века, то есть такие будут хорошие слова и так далее. Вот, поэтому то, что вот произошло там, ну, такой казус в аэропорту, он все резервируется, и будет сказано, что мир, дружба, все нормально, все хорошо. А что с зерном? Они будут обсуждать такие вещи? Я думаю, что такие вопросы тоже будут обсуждать, ну, знаете, некоторые вопросы вот такой в двусторонних отношениях, вряд ли они будут известны публике, у нас нам это не скажет. Ну, наверное, все, вы знаете, зависит еще от нашей позиции, вот, как мы будем защищать себя, да, там, чтобы они пошли нам на встречу по зерной, там, ну, надеюсь, что решат, ну, тут, видите, как у каждой страны свои интересы, да, где-то им придется уступать, где-то нам придется уступать. Ну, посмотрим, как будет, но я думаю, что в целом, в целом будет вот закончен вот такими словами мир, партнерство, вековая дружба, дружба народа, ну, как обычно. А, скажите, вот, вы как раз говорили про центрально-азиатское направление, да, что Казахстану нужно об этом тут работать, но как раз-таки тоже последние, даже еще до войны в Украине, да, началась интеграция, это вот как в Узбекистане поменялся президент, вот Каримов, он же был таким изоляционистом в Туркменистане, и началось какое-то движение такое, да, интеграционное. Оно реально, есть какие-то очертания, вот, действительно, создать союз, какой-то общий тоже рынок? Ну, вы знаете, когда мы, конечно, мы близкие родственные народы, и мы много у нас схожи, общая история и так далее, но тем не менее, я хочу сказать, что все вот эти союзы между государствами, они строятся не на какой-то этнической общности или на языковой общности, они строятся на чисто экономических, политических и других интересах. Ну, чтобы проэтнической, вот, пожалуйста, два близких народа между собой воюют, да, казалось бы, да. Причем часто возникает ощущение, что, наоборот, между такими странами и больше соперничества. Вот больше соперничества, я вот, знаете, как в семье бывает иногда такое, поэтому, что касается вот союза, конечно, нам надо сотрудничество, и у нас есть сотрудничество. Ну, допустим, тот же, вот, проблема орала, да, какие-то ведь изменения есть, поэтому мы должны, ну, допустим, мы, Казахстан, ну, я так утрированно говорю, что мы можем, наверное, обеспечить, да, там, условно говоря, мясной продукцией, да, зерном, да, мы же вот, мы можем, там же население растет, то есть в этом плане, конечно, надо работать. Естественно, и работает, и, кстати, достаточно успешно, мы же видим, вот, узбекские товары у нас, поэтому надо только развивать вот эти все отношения, и надо давно, давно это было делать, а не вот обмениваться, как в свое время были, какие-то кукомцы в адрес друг друга. То есть мы, мы здесь живем, и вообще у нас приоритет внешней политики, у нас вот, вот, должно быть вот это наш центральный азер, который называется Туркистан, который Туркистан, Эрдоган назвал. С точки зрения внешней политики, дипломатии, как оценивать то, что Узбекистан, когда решил в России строить АЭС, на границе с Казахстаном, вот буквально на границе с Казахстаном, фактически в Шенкенской области, он не сообщил ничего Казахстану, это нормально, это же вообще даже недопустимо вообще в политике. Вот это как раз то, что каждая страна исходит в своих интересах. Вот они, вот мы только что говорили о союзе, вот в этом регионе, да, а ведь они нас даже не спросили, да. Ну хорошо, даже не спросили, но вообще вот с точки зрения, я тут сейчас уже вас спрашиваю с точки зрения дипломатии, вот не спросили. Они приняли решение самостоятельно, они окей, да. Но с точки зрения дипломатии до последнего не сообщать, сделать так, что твои соседи узнают об этом из новостей, это нормально? Это же уже такой, даже как Димаш дипломатический, почему так делается? Это не есть хорошо, это не есть хорошо, чтобы они поступили, тем более, как вы сказали, возле нашей границы, потому что возле, то есть такая же опасность, если да, что-нибудь там случится, это естественно скажется на нас. Но вот это говорит о том, что Узбекистан прагматичный, свои национальные интересы ставит выше, выше прежде всего, приоритеты у него национальные интересы, а потом уже вопросы интеграции. Ну так все и должны быть, но просто если бы они позвонили хотя бы министру до того и сказать, вот мы объявляем, все уже принято, это в новостях появится, чтобы наши чиновники, они с журналистом на вопросы удивленно не говорили, вы знаете, а мы вообще ничего не знали, мы об этом узнали из новостей. Ну понимаете, у нас, что касается Узбекистана, у нас тоже есть свои рычаги и влияния. Вот мы сейчас говорили, что мы, все наши товары, образ Европы идет через Россию, а Узбекистан через что идет? Через Казахстан. То есть у нас есть рычаги влияния на Узбекистан, правильно же? Есть. Потом у нас, у нас есть, ну если не ошибаюсь, там одна речка, которая снабжает водой Ташкент. Ну я не призываю как-то закрыть эту речку, но тоже это рычаг влияния. То есть Казахстан не использует свои рычаги влияния, то есть не до конца использует. Я не говорю о том, что надо вот там давить на наших соседей, но где-то надо говорить, ах, если вы поступаете так, то не забывайте, что у нас есть вот это, вот это, вот это. Вот получается, что у нас, к сожалению, не совсем правильно защищать. Вы знаете, я вот просто я слышал, как еще вот по временам Каримова, там был какой-то на переговорах, там речь шла о каком-то, ну сейчас точно не помню, ну условно 100 миллионов, которые Узбекистан нам должен, да. И когда вот, ну мы же должны вот так оставить свою позицию, ну я знаю, что, ну как-то наши как-то прохланы к этому относятся. Ну ладно, зато хорошие отношения, да. То есть надо всегда относиться прагматично. Национальные интересы страны должны быть превыше всего. Ну я всегда замечала казахстанскую власть вот с начала независимости, когда я была вообще зеленой журналистикой и бегала на международные, например, какие-то, да, и на внутренние. И если следить вот внутреннюю политику и международную, если бы казахстан вел себя так же в отношениях вот международных, так же, я не говорю самодурственно, да, как-то, но жестко отстаивая свои интересы как во внутренней. Это совершенно же разные вещи. Казахстан как будто на внешнем поле, он только умиротворяющий. Но там были даже ситуации, когда наших убивали людей на границе, которые случайно, там же были истории, когда случайно наши контрабандисты там муки они продавали. Их просто сразу пограничники узбекские стреляли на поражение. Вот. То есть, а с чем связан такой подход? Ну, вы знаете, наверное, чтобы не было шума, да, чтобы давайте лучше потерпим как-то вот. Я про конкретные случаи ничего не могу сказать, вот то, что было случаи на границе. Ну вот видите, мы же только что говорили о том, что у нас почему-то интересы в Африке есть, в Латинской Америке есть, а вот здесь у нас мы даже свои вот эти национальные интересы не можем овести. То есть, понимаете, я еще раз хочу сказать, что дружба-дружба, да, мы близкие народы, да, нам надо развиваться оттрудничать, да, мы история общая, узбекам история общая, там много-много-много чего общего. Но, здесь национальный интерес, который должен стоять выше, вот есть же там дружба-дружба, а табачок в рознь, вот это надо использовать. Наши, это отличие, наверное, от наших соседей, вот мы, наверное, нашей дипломатии в этом проигрывают. Причем очень много пустых слов, вы не согласны, вот даже с Россией. А когда переговоры по тарифам, вот таможенный, Евразийский союз, я просто, как говорят, давно здесь сижу, да, я же все это помню, 2010 год, когда проходили переговоры. И вы знаете, там коммерсант выходил с таким ликующим заголовком, Россия отстояла на переговорах абсолютно все свои пункты по таможенному союзу. Там, например, их было 100, и принимают все 100, которые Россия продавливала, и не один, который Казахстан. Как это? Ну, я еще могу, я могу еще объяснить тем, что у нас этим качеством, это низким уровнем качества наших вот представителей. Просто я знаю, что из моей практики как-то на переговорах, сейчас не понял, по какому вопросу, с российской делегацией, глава нашей делегации, ну, хотел вот так нахрапом взять, а его раз на место россияне эксперты поставили. И была такая картина, что, ну, игра в одни ворот. То есть это говорит об уровне. Профессионализма. Просто, да, банально не хватает. Банально не хватает профессионализма. То есть у нас должны быть эксперты. Понимаете, у нас, мне как-то некорректно вот высказывать претензии какие-то критики в адрес своих коллег, но тем не менее, знаете, вот у нас убаюкало, что у нас, в принципе, таких особых внешних проблем нет. Ну, у нас же, понятно, там Армения, Азербайджан, да, там надо отставить свою позицию, там Россия, понятно, ну, другие страны. Ну, у нас же со всеми хорошие отношения, да, мы же вот в центре находимся, да, с кем... Ну, как хорошие отношения, я же всегда, всегда вопрос вот этих вот там акций, тарифов, вот... Нет, я имею в виду, что особо напрягаться нам не надо. И у нас убаюкано все посольства, то есть, ну, что там, ходи на приемы, там, высказывай позицию Казахстана, и, соответственно, это сказалось на профессиональном уровне наших дипломатов и вообще членов всех переговорных делегаций. А там должны быть не просто вот эксперты, а должны быть зубры, да, которые каждую, вот, каждую, так сказать, там, слово они должны отстаивать. А у нас, типа, ну, ладно, да, вот я же вам приводил, например, переговоры с Удвигистаном, ну, ладно, ладно, что-нибудь потом как-нибудь решим. Так нельзя. Надо же за каждый день, переговор, надо, ну, бороться, отстаивать, потому что мы, это же, это наши интересы. Понимаете, вот не бывает, вот дружбы между государствами не бывает, между государствами только интересы. Наши интересы совпадают с Россией? Хорошо. Совпадают с Китаем? Хорошо. С Удвигистаном кое-где совпадают? Хорошо. Но где-то не совпадает же. А где не совпадают, мы должны отстаивать твердо нашу позицию. Вот это должно быть. А это требует уже профессионального подхода, качественного подхода. Экспертный у нас уровень должен. У нас должны быть такие специалисты и по Узбекистану, и по Кыргызстану, и по Туркмении, и по России. Хотя всем кажется, что мы Россию знаем. То есть по всем направлениям. Вот этим мы должны. То есть, соответственно, должны быть готовить к нам специалистов таких. Ну, заниматься у нас, не знаю. Ну, у нас, да, дипломатию сводят Дамбра, Чапан, подарили, надели, спели. И, в общем-то... Я вот хочу сказать, знаете, вот на кассе в Алмате есть 8 факультетов международных отношений. Вот в университете. 8 факультетов международных отношений. Вот что они готовят? Я не знаю. А толку вот поэтому... А экспертов нет? Я не знаю, для чего 8 факультетов международных отношений. И на переговорах, кстати, я очень часто слышу. Вот как раз-таки с того момента, когда на Евразес, на таможенном союзе при создании, когда Казахстан продул все свои позиции фактически. И поэтому сейчас Узбекистан, не вступая в Евразийский союз, опять-таки подставляя где-то казахстанские власти, он что заявил? Казахстан не получил выгоды от этого. То есть и нашим не стыдно в Астане при этом, когда Узбекистан ссылается на казахстанский опыт, а мы вступили, ничего для себя не получив, потому что даже на переговорах так вели. Но это еще исходит, вот наша внутренняя казахстанская традиция, у нас же даже нет опыта дискуссий. Как они тогда дискуссии дискутируют на внешних полях? А внутри, как у нас дискуссия? У нас что-то утверждается, постулируется, но не аргументируется. Могут просто заявить, это так. И никаких аргументов. А с российскими это уже не работает. Поэтому они проигрывают все абсолютно переговоры. За счет Узбекистана хочу сказать, но все-таки они торговые нации, давно они умеют торговаться. А вот мы, получается, не умеем торговать. К сожалению. А с Кыргызстаном сейчас какие отношения? Вот тут в Узбекистан, да? С Кыргызстаном там, ну, были вот по водохранилищу у нас какие-то терочки по воде, да? В прошлом году, летом 2023 года. Это, наверное, единственный такой момент. Потом и граница всегда у нас. Нет, все-таки Кыргызстан и Узбекистан, они больше зависят от нас, хотя потому что их товары проходят через нас. То есть у нас есть мощный рычаг давления на них. И опять подчеркиваю, что я не призываю давить на них, но рычаг давления есть. Единственное это, что ли? Какой-то он очень вульгарный такой. Нет, ну нет. Трава-то через нашу территорию проходит. Потом же, потом не забывайте, они тоже покупают наши товары. Наркотики проходят через нашу территорию? Ну, это то, что такое говорят есть. Тем не менее, если вот сравнивать, у кого больше рычагов давления, все-таки у нас. Сила география, потому что торговля идет через нас. Ну, надо как-то этим использовать, а не быть, как вы сказали, когда нас спасали перед фактом строительства Атмин-Электростанта, перед нашей границей. То есть, конечно, опять же, наши дипломатики должны быть. В конце концов, и разведка должна работать, правильно? Разведка должна работать. И потом, наверное, наши могли что-то выразить. Вот вы знаете, они делают ненужные какие-то там, вот по БРИКСу что-то, да? А тут же тоже можно было какое-то... Правильно, вот у нас был, у нас когда был референдум по АЭС, по нашей АЭС, да? У нас были противники, там, экологи и так далее. А возле границы строят соседние государства АЭС. Как будто, знаете, это на нашей экологии никак не влияет. Ну, почему вот эти... Почему активисты не пошли туда? Почему активисты хотя бы стали возле границы Узбекистана, сказали, там, прекратить строить АЭС? Никто не сказал. И это хорошая дипломатия же, на самом деле. Это же хорошая тоже, когда... А власти бы сказали... Да, я с вами согласен. Они же от нас не зависят. Да, сказали, а у нас этого не было. Вот тоже, да, двусмысленность непонятно. Да, но с Кыргызстаном, вот мы, если по периметру прошлись, да, с Кыргызстаном сейчас какие отношения? Ну, вот после того периода, когда тот президент нас оскорбил, конечно, у нас отношения-то нормальные. Я хочу сказать, что все-таки Кыргызстан экономически и по многим параметрам от нас зависит. Поэтому... Ну, врач, все-таки от России зависит. Нет, от нас тоже зависит. От России зависит больше в силу того, что там гастрорабайтеры, да, и от нас тоже зависит. Потом не забывайте, вот когда мы говорили о нашей гастрорабайтере, с Россией ведь гастрорабайтеры, ну, потихоньку начинают вытеснять же, правильно же? И где они обосновываются? Они просто у нас. Есть такая статистика? Ну, статистики не могу сказать, но я могу судить просто по нашему городу Алматы. Я вижу, что у нас все-таки там больше все-таки уже появляется... Ну, это давно началось. Она давно. Какие-то ниши, вот там смотришь, там из Казахстана. Ну, это факт, но после вот этого, что произошло в России, стало больше. Стало больше, это факт. То есть они у нас... Ну, давайте, несмотря на наши критические отношения к нашей власти, но все-таки уровень жизни в Казахстане значительно выше, чем в соседних странах Центральной Азии. Если вам достаточно пересечь казахско-кыргызскую границу, видно, что большая разница. Понимаете? Ну, Ташкент, конечно, отдельный город, там все. Просветает, но тем не менее, уровень, средний уровень жизни в Казахстане выше. И зарплата здесь выше. Поэтому сюда приезжают, и они зарабатывают. Это тоже, с одной стороны, это хорошо, потому что они заполняют те ниши, где мы не работаем. С другой стороны, пока все-таки мы как бы есть близкие государства, но с другой стороны, это тоже для нас тоже определенный рычаг. Есть плюс и минус с этой стороны. Ну, вот поэтому у нас с Кыргызстаном, у нас больше рычагов влияет на Кыргызстан. Ну, опять же, я не говорю, что надо влиять, там, использовать. Просто в отношении между государствами есть взаимный... Конечно, и Кыргызстан же нам поставляет, да? Мы же у нас на базарпаде, у нас же... Кыргызстан, она кыргызстан. Кыргызстан, это же замечательно, вот это же хорошо. Взаимовыгодный торговый. Надо только развивать взаимовыгодный торговый. Вот и все. А Китай, возвращаясь, то есть там, помните, вот эта волна была китайфобии у нас, да? У нас были плохие отношения, ну, которые Китай, может быть, и не запомнил, не заметил, а мы-то заметили. Сейчас у нас что можно сказать? Ну, начнем с того, что у нас президент все-таки китаист. Поэтому с Китаем прекрасные отношения. Самый фактор, самое главное показать, теперь Китай является нашим первым торговым партнером. Ну, с Китаем какие-то вот взаимные какие-то претензии, даже как с Россией не было, да? У нас вроде все нормально. А вот такие жесты, когда Китай вдруг покупает у нас очень большую партию зерна, это жест помощи? Или просто им нужно это зерно, они его покупают? Я думаю, что не столько жест помощи, это, скорее всего, чистая экономика все-таки. Видите, в Китае же вот средний класс вырос, то есть, ну, если утрено говорить, они не только риск, вот как мы раньше думали, что Китай только кушает риск, да? То есть это у них уровень жизни повысился, там, сколько они, сотни, так сказать, миллионов этого среднего класса. Естественно, они хорошо питаются, им, естественно, нужна хорошая качественная мука, которая у нас есть. Поэтому это чисто такой экономический показатель. Ну, у нас, ну, с Китаем вот сейчас... Ну, раньше не было таких огромных закупов. А тут вдруг Россия нам закрывает, да? Нашему зерну пути, и Китай покупает огромную большую. Это не только из-за того, что Россия закрывает, потому что там больше стали покупать. Кстати, вот мы, почему-то мы больше продаем зерно, а не вот муку. Ну, факт остается фактом. Кстати, вот вы говорите про Китай, вот сейчас вы пройдите по нашим городам. Чьих машин становится все больше? Китайских. Китайских. Вот показатель. Вот это есть показатель. Кстати, по зерну, вот если возвращаясь к Узбекистану, вы в курсе, да, наверное, что у нас Узбекистан покупал зерно муку же, а потом в какой-то момент они просто для нашей муки закрыли путь, они подняли на нее налоги. Вот тут параллельно Казахстан в таких случаях делает какие-то ответные шаги? Вот вы подняли вопрос, Казахстан должен отстаивать, чтобы они у нас покупали не зерно, они же как, они покупают зерно, перерабатывают, а потом дальше продают в Афганистан. Так они даже, они закрыли вообще нашей муке. А для чего наша внешняя полига, где наши дипломаты? Вот этот вопрос должны заниматься наши дипломаты. они должны там вести срочные переговоры с Узбекистаном, чтобы сказать, а вы почему вот так поступаете? Если будете поступать, тогда мы не будем вообще продавать, а, скажем, условно, утрированно говорю, будем продавать другие страны, да? Вот, то есть вот плохо защищает наши национальные интересы. Видите? Абсолютно. И здесь же надо с Узбекистаном работать, с Кыргызстаном работать, с Туркменистаном работать, с Адзикистаном работать. А у нас почему-то вот... Просто эта история с зерном, она меня, ну, она меня очень покоробила и расстроила, когда ты смотришь, наши мукомолы, они хорошо на этом зарабатывают, продавали и муку, и зерно. В какой-то момент Узбекистан просто перекрывает, он налаживает у себя мукомольную такую промышленность и закупает наше зерно, а муку просто закрывает ее путь очень высокими акцизами, и Узбекистан сейчас не покупает муку. Да, я согласен, я просто немножко в курсе, я знаю, что, понимаете, государство в этом плане должно поддерживать мукомольную промышленность, там какие-то вот она, ну, налогами какими-то, да, финансовый инструмент надо было поддерживать. Наше государство, значит, плохо поддерживало нашу мукомольную промышленность. Что наше государство делает хорошо, кроме борьбы с оппозицией? Я, вот, это вопрос, знаете, вот такой, остается вот таким вопросом. А что? Она ничего не делает. Она что, вот, ну, я не знаю, вы спросите или нет, вот они его взяли и поменяли часовой пояс. Да, я в курсе, что вы с этим боретесь, просто я вас пригласила как эксперта именно выпускника МГИМО, который учился в одно время, вы же практически сокурсник. Не-не-не, он консультантки старше меня, но он это, он закончил, потом, через некоторое время я уже поступил. Ну, по часовому поясу, да, я согласна уделить вам время для вашего заявления, да. Я, если честно, вообще участия в этом не принимаю, потому что я не очень понимаю. Они что-то двигают туда, и единственное, я заметила, когда у меня сын попросился на улицу играть, я говорю, уже поздно, как, ты что, смотри, темно как. А он мне говорит, мама, еще шесть часов. Я говорю, как шесть? А уже за окном действительно совсем темно, и я говорю, ну я не могу тебя отпустить, даже во двор, хотя у нас двор закрыт, и охрана, все. Я только так заметила. Вообще, что это за история? Говорят, что это какой-то ученый сам предложил, но я слышала другую. Я слышала, что там такая история волонтаристская, какой-то политик откуда-то приехал, почему-то решил, что нужен единый часовой пояс. История действительно долгая и непонятная. Вот мы сейчас вот говорили о внешней политике, когда нужно защищать национальные интересы, чтобы государство наше, так сказать, объединяло народ, а не наоборот противоставлять народ себе. Ну, я очень просто кратко скажу, что они взяли, мы до 1930 года, вернее, с 1930 года мы живем в декретном времени, поменяли час. Так и жили. Ну, кто-то... Поменяли час куда? Да. Так вперед. Вперед. Да, вот. И так и жили бы, но кто-то вот взял, говорит, нет, давайте вернем вот это то время. Вот и все. И версия такова, что кто-то вот из верхов, когда проводил совещание, там 9 часов утра, а ему говорят, что вы знаете, западная часть еще на работу не пришла. А как это? Это же столица восстанет. Как это? Подчиненные не пришли. Начальник-то уже здесь. Вот одна из таких причин или объяснений, почему они поменяли вот этот частовой поезд. А вообще других объяснений практически нет. Если вот мы... Я участвовал в составе рабочей группы на заседаниях, вот там, знаете, заунывные какие-то монотонные ответы, типа все делается для блага народа и так далее. Я просто кратко хочу сказать, просто ситуация сейчас. Мы вот сторонники петиции подали в суд, чтобы отменили вот это решение. Суд нам отказал. Теперь мы ждем истечения времени, чтобы подать в Верховный суд. Если Верховный суд нам откажет, то мы подадим в Конституционный суд. Но если Конституционный суд откажет, то мы обратимся к структуре ООН. Почему к структуре ООН? Потому что на заседании рабочей группы и в официальном отказе правительства написано, что мы в течение трех лет будем изучать последствия, а потом дадим им окончательный ответ. То есть тем самым правительство официально признает, что оно проводит масштабный эксперимент на собственном народе. Хочу напомнить, что на территории, в которой произошло изменение часового пояса, примерно проживает 15 миллионов человек. То есть они проводят эксперимент на собственном народе. То есть они официально признали. Вот мы будем обращаться, если нам откажут. По природе как правильно? Вообще для меня этот вопрос, эта дискуссия странная. Мне кажется, ну вот давайте по солнышку. Нет, вот вы правильно сказали. Дело в том, что Казахстан... Вот наши правительства говорят, давайте жить по солнышку. В принципе, правильно. А, они по солнышку говорят, да? По солнышку, правильно. Но дело в том, что Казахстан расположен в четырехчасовых поясах. То есть в этой всей четыре пояса мы должны жить по солнышку. Но у нас разделены, кажется, на два часовых пояса. Западный и восточный. То есть если взять аргументацию властей, что надо жить по световому дню, то тогда они должны поменять час не только в восточной части, но и в западной. Правильно же? Они, получается, сами себе противоречат. Поменяли здесь, говорят, будем жить по солнечному дню, а здесь не поменяли. И объяснений нет. Вот что? Вообще эти игры с часами очень странные. Да, я помню в 90-е годы, знаете, это забыли, но один год была какая история. У нас же переводили осенью и весной. И один год они как-то вот осенью перевели, а потом весной не перевели назад, потому что решили что-то уже, что-то это отменять. И у нас как бы оказалось, что два часа. Ну это переход на летнее время и зимнее время. Да, там что-то они вообще напутали. И это было как уже разница с часами. Было два часа, если там в Гринвиче мерить. Это вообще странные какие-то игры. Это действительно странные игры. И главное, нет никакого внятного объяснения. Вот нет объяснений. Вот мы члены рабочей группы, которые сторонники петиции, мы и так обсуждали, и так обсуждали. Но никак не получилось. По-моему, их только двигать можно соображение. Экономия должна быть. Электроэнергии, ресурсов, наоборот. Наоборот. Ну и удобно людям. Произошло увеличение потребления электроэнергии. Сократился световой день. Кроме того, это сказалось тоже на самочувствии граждан. Многие, действительно, все-таки часто это влияет на здоровье, на самочувствие любого человека. Никаких объяснений нет. Вот это мы так думаем. Либо они поменяли для того, чтобы удобно руководить страной, чтобы единый часовой пояс. А пример взяли с Китая. И в Китай единый часовой пояс. Самое интересное, что никто из них не высказывается. Вот премьер-министр молчит, да? Никто нам не объясняет. Вот эти представители Министерства здравоохранения, Министерства энергетики, они читают заунынно свои тексты и все. Вот какой-то вот, какой-то абракадабра получается. Вот я единственный... Они не могут отставить, потому что у них-то по этому поводу нет мнения. Они так приняли, и теперь они что-то стоят на... Им спускают сверху, они где-то зачитывают. Вполне возможно и так. Но у нас есть же депутаты. Вот депутаты грозили, сказали, мы вызовем на разборки членов правительства. И они тоже молчат. Какая-то вот ситуация с этим временем. Поэтому я единственный, вот как бы завершив эту тему, хочу сказать, что, наверное, вот такой вот силой, которая заставит, наверное, как-то вот это... Ну, действовать это наше правительство. Это, скорее всего, родителей, школьников и самих. Потому что вот уже все. Сейчас скоро будет уже 4 часа темно. Ну, наверное, вот дети уже в темноте будут возвращаться. И, наверное, вот надеяться только на родителей, вот учеников второй смены, которые вот выступят. Другого просто нет. Ну, а мы свою работу по суду дальше будем продолжать. Хорошо. И возвращаясь к международным отношениям, выборы в США буквально завтра. Скажите, нам что-то ждать от них? Мы должны желать победы Трампу? Или мы должны желать победы Харрис? Для нас это какое-то имеет значение или нет? В России, кстати, хотят Трампа, да? Потому что там считается, вроде, это им более выгодно. Он за прекращение войны. Хотя мы это вижу только из слова тоже. Ну, нам, знаете, никакое особого значения не имеет. То есть, кто придет к власти. Если говорить о Трампе, то когда он выиграл первые выборы, когда он же позвонил там 10 лидерам других государств, в том числе президенту Назарбаеву. То есть, при Трампе у нас были хорошие отношения. К нам, кстати, приезжал госсоветник Трампа. Он в основном приезжал, встречался. Поэтому хорошие отношения. Ну, и с нынешней администрацией тоже у нас, ну, в принципе, такие же отношения. Поэтому нам не важно, кто придет, да? Нам самое главное, чтобы кто бы не пришел к власти Соединенных Штатов Америки, скорее бы они нашли какой-то общий язык со своими оппонентами в лице России и Китая, чтобы мы вот между этими стульями там ни туда, ни сюда, там не двигались. То есть, вот это в наших интересах. Поэтому с точки зрения интересов Казахстана нам и тот, и тот президент, они нас, ну, в принципе, устраивают. Если я так могу сказать, ответить на ваши вопросы. И мы уже затрагивали, да, нашу внешнюю политику. Вот какую оценку вы дадите нашим дипломатам? Вообще, вот эти слова нашего министра Нортлео говорил, он не говорил, но если вы верите Дэвиду Кэмерону, да, что вдруг министр Казахстана, иностранных дел заявляет, что украинцы гибнут за Казахстан. Скажите, это накладывает какую-то неловкость на отношения теперь на каких-то международных мероприятиях, на отношения между министром иностранных дел России и министром иностранных дел Казахстана? Вот они встречаются, есть что-то в этом, какой-то противоречие? Как министры, конечно, они будут отстаивать интересы своих государств, они же тоже люди, да, естественно, это несет, ну, накладывать, естественно, какой-то, ну, какой-то вот отпечаток на взаимоотношения. Она в любом случае сказывается. Значит, это способно и портить тоже отношения. Естественно, поэтому, я же, мы только что говорили о том, что дипломат язык дан для того, чтобы скрывать свои настоящие истинные мысли. Мы не должны говорить, а вот так, вот так. Ну, поэтому, я, видите, я не могу утверждать, что вот это было правда, вот Кэмерон сказал и так далее, но если так, то это не есть хорошо, потому что она будет, скажется на наших отношениях. Потому что когда, мы же знаем, если об этом больше двух человек знает, то, естественно, будет знать и третьи люди. Свинья будет знать, есть только выражение, что знает двое, то знает свинья. Ну, я, так сказать, вежливо, так сказать, сказал. Так что вот, поэтому надо быть, вот, надо всегда очень осторожное выражение. Неважно, даже каким-то вот... Ну, да, это мы знаем, но мы, я сейчас хотела уже узнать оценку. Мне просто было любопытно, когда только все это началось, у нас очень много мероприятий совместных проходит с Россией. Я думаю, вот, ну, как теперь министр иностранных дел Казахстана, как он будет общаться с россиянами? Нет, общаться... А может надо улыбаться, говорить, что мы партнеры, что мы друзья навек. Да, будет улыбаться, говорить, мы друзья партнеры и так далее. Он будет, но теперь-то этому будут верить после того, что... Ну, тем не менее, они тоже сделают какие-то свои выводы, понимаете? Они тоже будут какие-то свои выводы сделать и тоже будут, ну... При этом, как вы оцениваете такой статус дипломатии между Украиной и Казахстаном, когда у нас уже два года в Астане нет полноценного чрезвычайного посла Украины. У нас только его два года. При этом в Украине посол Казахстана Дархан Калитаев, он фактически уже официально был уволен год назад. Об этом везде сообщалось, он сам говорил об этом, он сам сказал об этом о блогерах, об этом были сообщения. Я когда была в Киеве, я пыталась там узнать, и в посольстве нет посла. То есть он, то ли он приезжает, он что-то там, может быть, делает, уезжает. Что у нас сейчас? Получается, вообще нет послов, что ли, в наших странах? Ну, если нет послов, это значит, говорит о низком уровне отношений между государствами. Нет послов, значит, вот такой у нас уровень отношений. То есть мы свои отношения понизили, ну, понизили политические, и все это говорит о том, что у нас, ну, охлаждение отношений. Это факт. А почему случилось, ну, я уже не могу судить. Под чьим влиянием? Это почему-то... Ну, это тоже зачем это надо было охлаждать отношения с Украиной? И почему так получилось? Ну, я не знаю. Видите, всегда, вот в дипломатии, когда вот там отозвали посла, да, там есть выражение, то есть когда вот между сторонами проблемы, отзывали, или понизили уровень до временно исполняющих обязанностей послов. Временно поверенных делах. У нас, скорее всего, наверное, получается со стороны Украины временно поверенность сидит. Там как бы ИО. Ну, это назвать временно поверенных делах Украины в Казахстане. А в Украине, не знаю, я думаю, что Калитафа от вас слышу. Такое ощущение, что он работает на общественных началах. Нет, такого не может быть. Нет, понимаете, он официально был практически уволен. Ну, как, все, уже было, что туда должен приехать новый посол, потом что-то все заморозилось. Я, когда была в Киеве, начала узнавать. И так выяснилось, что, в общем-то, посольства такого как-то и нет особо, что полноценной работы. Но Дахан Калитаев, он как такой очень симпатизирующий Украине, он выполняет там свою работу. Но она очень, вот у нее статус непонятный. Только что говорили о том, что наши власти надо принимать решения, вообще не спрашивая наше мнение народа, возвращая этим часовым поясам. Ну, и здесь тоже, они мало того, что не спрашивают, они даже нам не объясняют. Ну, мы как граждане, мы должны знать же, да? А мы не знаем. У нас какая-то вот, только у нас догадки какие-то, знаете, доводы, домыслы. А когда нету официальной информации по этому, то, соответственно, вот как я сказал, доводы и домыслы, и разные ситуации. Это вот в этом вся проблема. У нас же, вот у нас, смотрите, вот почему, у нас же есть официальный представитель МИД, он же должен эту политику нам разысить. Почему так? Почему посол там не находится или находится? Нам не говорят. И все у нас какая-то, знаете, вот эта экспертная вот эта сфера, она ушла в социальные сети, мы там обсуждаем. Официального нет. Вот это, кстати, есть и это самый большой минус нашей действующей власти. То есть надо быть более открытым, надо встречаться. Они этого не делают. А поскольку не делают, ну, я не знаю, мне трудно объяснить. Знаете, у нас действительно много непонятных вещей, вообще вот касается действий наших властей, правительствий, просто непонятно. Иногда, знаете, думаю, а наши ли они вообще правительства, да? Наши ли это? Они, может, живут в каком-то своем Казахстане. Ну, это же общая такая известная теория, что рептилоиды управляют миром. Мы с вами живем в своем Казахстане, что-то обсуждаем, какие-то проблемы у нас. Они живут в своем вот каком-то глобальном, да? Наверное, вот, знаете, вот что-то им тесно в степях, да? Их тянет вот на глобальный, да? Вот помните вот этот известный фильм, там, когда говорят, а не замахнутся ли нам на Вильяма, на нашего Шекспира? Вот они везде замахаются на Вильяма Шекспира. А про нас, про граждан, забывают.